Пострадавших в ДТП в Витебской области двух россиянок с травмами позвоночника транспортируют на родину в реанимобиле, который приедет из России. Об этом во вторник сообщила первый замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Кроткова. Принято общее решение о транспортировке российских пациенток в реанимобиле, который будет доставлен из России, сказала Кроткова, слова которые приводит пресс-служба Минздрава. По ее словам, вероятнее всего, их доставят в Смоленск, а оттуда — по местам жительства. Каких-то оперативных вмешательств, дополнительных инструментальных обследований не требуется, отметила она. Кроткова также сообщила, что сегодня вечером в больнице останутся трое пострадавших в ДТП. Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести. Самочувствие ближе к удовлетворительному, сказала Кроткова. Остальных пострадавших, как только завершатся следственные действия, туркомпания отвезет в Минск, где им будет предложено или продолжить экскурсию, или поехать домой. В основном это амбулаторные пациенты. Всем будут выданы выписные эпиклизы с диагнозами и рекомендациями. Замминистра сообщила, что во вторник белорусские медики провели онлайн-консультацию с коллегами из Центра нейрохирургии имени Бурденко и Федерального центра медицины «Катастроф». Сверена тактика ведения пациентов, проведен осмотр и консультация, изучены лабораторные исследования, рентген-документация, результаты компьютерной томографии», — отметила она. Кроткова во вторник посетила областную клиническую больницу Витебска, встретилась с пострадавшими в ДТП россиянами, приняла участие в медицинском консилиуме, на котором обсуждались методики лечения и транспортировки в Россию двух пациенток. По данным Минздрава, 3 января в больницу были доставлены 42 человека с различными травмами. В этот день на 120-м КМА автодороги М8 водитель автомобиля Рено при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскурсионным автобусом, в котором находились 40 граждан России. В результате водитель легкового автомобиля погиб. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.